всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео хотел бы ответить на очень часто задаемый вопрос точнее это множество вопросов которые объединены общей темой а именно как правильно экспортировать стемы или файлы или дорожки если ты вот закончил свою работу сделал аранжировку сделку это продакшен и хочешь отправить какому-нибудь звукорежиссеру или в какую студию где ну например нету лоджика или нету тех плагинов которые ты используешь то есть нужно вывести именно аудио файлы их куда-то отправить и там чтобы человек их у себя вставил в сессию и смог как бы дальше продолжить работать с треком и соответственно делать уже следующий этап сведения ну и потом уже мастеринг то есть как у как каким образом это скидывать ну опять же давайте поговорим какие в принципе есть варианты тезисно первый вариант просто отправить сессию это работает в том случае если у вас одинаковые плюс-минус системы одинаковые версии программного обеспечения в данном случае logic плагины те же самые то есть и сторонние и патчи и все версии совпадают чтобы человек все открылось в том же виде в котором у вас это было в сессии ну и соответственно просто останется только удостовериться в том что у вас все файлы находятся в одном месте все в сессии все сохранено и просто сделать архив и отправить полностью сессию человеку это как бы самый простой вариант следующий вариант который я лично рекомендую потому что я именно этот вариант прошу от всех своих клиентов чтобы мне присылали если они проработают не в лоджике это вывести сухие стены то есть мне конечно же нужен дэмомикс чтобы я примерно понял о чем идет речь в песне то есть как сам автор слышит ее там со всеми эффектами которые он слышит и так далее но сам прошу я именно сухие дорожки исходники и я уже показывал на youtube есть это видео называется экспорт мультитреков logic pro довольно популярного немного просмотров потому что она до сих пор актуально хотя давно записывал но просто вкратце я расскажу что там все заключается в том что вы просто выделяете все аудио треки это кстати можно сделать через микшер то есть выделить конкретно вот здесь вот аудио треки выделить здесь все дорожки с шифтом и как мы видим здесь у нас сессии они тоже выделяются при этом аук стреки у нас не задействуются и просто нажимаю команд е и у нас открывается уже привычное окошко где мы можем выбрать экспорт экспорт цикла range only то есть вот эту всю зону от начала до конца и дальше уже поставить настройки что мы там хотим отключить байпас плагины сделать то есть отключить плагины которые стоят на этих дорожках либо мы может быть хотим их оставить если прям там что-то очень важная стоит например там мелодайн какой-нибудь или еще что-то но это уже опять же частный случай обязательно я всегда рекомендую выключать нормализацию но это при том случае если у вас все грамотно с гейн стейджингом то есть вас нет таких перегрузов на самих дорожках например в синтезаторах бывает очень часто по недосмотру можно забыть что там и выход например с какого-нибудь синтезатора клипует ты его чуть-чуть фейдером убрал вроде все хорошо но на самом деле там клип есть то есть надо иметь ввиду но очень более подробно про вот это окошко я рассказывал в том самом видео ссылку я оставлю в описании можете пересмотреть если не знали это второй способ я лично всегда выступаю за него потому что это грамотный способ у вас все выводится в исходном состоянии то есть ну естественно учитывается flex то есть если у вас есть какие-то flex изменения на дорожках и какая-то редактирование например гейна отдельных регионов вот здесь то она все запишется и выведется вместе с мультитреком то есть это тоже удобно какая-то редакторская деятельность она естественно останется записаны вот в эти полученные мультитрек файлы поэтому если вы что-то двигали резали разрезали то вас выведет со всем этими изменениями и то же самое касается flex а и так далее то есть это очень удобно и есть третий вариант тоже профессиональный которым я тоже пользуюсь он больше правда предназначен для мастеринга а не для сведения потому что со сведения ну сводить там вряд ли что-то получится это экспорт стемов и именно об этом я хотел в этом ролике более подробно поговорить доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по лоджик про и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусти и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене итак что такое экспорт стэмов стэмы это группы инструментов объединенные в один стереофайл то есть как это работает вот у нас есть сессия у нас здесь уже стоят все уровни то есть это уже сведенная полностью сессия готовые к мастерингу как можно сделать можно просто выгрузить полностью файл один вов то сделать обычный баунс вот наш привычный common be вовку вывести и отправить ее на мастеринг и у человека будет возможность сделать мастеринг к этому к этой композиции но проблема в том что в на этапе мастеринга могут возникнуть какие-то нюансы что ты понимаешь что вокал либо слишком торчит либо он наоборот чуть-чуть его не хватает или может быть какой-то элемент там где-то чуть-чуть где-то в каком-то месте выпирает причем не везде например в бридже или еще где-нибудь и вместо того чтобы мастеринг-инженер обращался к клиенту там пришли мне еще раз микс только там чуть-чуть опусти там такой-то инструмент еще раз новую вовку пришли проще сразу мастеринг-инженеру выслать стемы он из них соберет у себя такую мини-сессию то есть тема этот ну там получится штук их 78 как сейчас как их водить я вам сейчас расскажу и уже эти стэм он у себя собирает в сессии выставляет их по нулям то есть у вас просто создаются новые дорожки по нулям и она будет звучать точно так же как у вас звучит сессия вот полноценная со всеми плагинами автоматизациями и так далее то есть но для того чтобы это так случилось нужно сделать определенные вещи и у давайте про них поговорим значит посмотрим сессию давайте через микшер вот у меня есть барабаны у меня есть и фортепиано гитара бас у меня здесь есть брас инструменты у меня здесь есть вот вокалы одну бэк-вокал основной вокал и так далее давайте сейчас включим полное отображение и также у меня здесь есть конечно же полная и параллельные шины параллельная обработка то есть мы видим что на многих дорожках установлены посыл на те же самые реверы и вот они у меня по умолчанию как у всех реверы создаются вот здесь с края микшера но я их выделил нажал create трек в области аранжировки и вот у меня как видите здесь все вот эти вот аукс и на которых у меня установлен реверации которые используются всеми вот этими дорожками так или иначе у меня выведена вот в отдельные такие дорожки здесь и упакована в отдельную папку для чего это сделано сейчас вам расскажу значит в чем основная задача и у многих возникает вопрос как правильно выводить стемы задача в том чтобы у человек который получит вот такую упрощенную сессию скажем так у него все звучало максимально приближенно к тому как у вас звучит это в вашей сессии значит для этого что мы должны сделать мы должны отключить мастер обработку поэтому если ваш там стоит какие-то компрессор или лимитеры это к сожалению в данном контексте работать точно не будет потому что эта обработка работает только когда через нее звучит вся сессия если вы что-то солируете и что-то слушаете в соло эта обработка уже работает не совсем адекватно вот так что имейте ввиду если вы используете вот именно какие-то лимитры компрессор и мультибэнд компрессоры и любой мастер инженер вам всегда скажет что лучше отключить это то есть лучше он сам это сделает под своим контролем и у него первых будет больше возможностей больше запаса для действий но в то же время вам нужно проследить что при воспроизведении проекта с отключенными мастеринг эффектами мастер эффектами у вас естественно здесь нет никаких клипов ничего не зашкаливает потому что тогда придется пересмотреть уровне всей сессии и их опустить ну как это сделать на 1 скорее всего на будет сделать в отдельном ролике по сейчас это чтобы не отвлекаться в общем придется пересмотреть свою вот эту вот работу с гейн стейджингом чтобы вас не было клипов то есть вот это очень обязательно нужно проверить прежде чем делать экспорт но он допустим и проверили у нас все в порядке ничего не клипует здесь там есть какой-то запасе к тому же минус 2 минус 3 децибелла пикового значения то есть это вполне хорошо и теперь когда у нас отключен мастер эффект мы должны скажем так вывести все по определенным группам как это делаю я то есть я мютирую все вместе в том числе с вот этими шинами реверберации то есть и вывожу таким образом все барабаны как видите вот у меня все барабаны здесь представлены их общие шины с капрессией там с дополнительной обработкой то есть вот в таком виде я просто нажимаю команды ставлю ну по умолчанию все настройки и нажимаю ok и делаю баунс то есть вот у меня получился стэм барабанов дальше я размютирую бас делаю то же самое дальше делаю то же самое с гитары делал то же самое с пианино делал то же самое с духовыми потом делаю то же самое со всеми бэк вокалами потом естественно делаю с основным голосом и потом внимание я убираю мютинг весь и нажимаю соло ауксов таким образом у нас logic воспроизводит все эффекты со всех дорожек то есть у нас сейчас вот вот в таком соло звучит вся сессия как бы через наши эффекты то есть которые у нас используют используются то есть на какой-то эффект может сразу там пять дорожек приходить на какой-то эффект только три дорожки может быть какой-то вас параллельный эффект на которые вообще там 15 дорожек приходит какой-то там рум ревер это уже все частные случаи но так или иначе вы выводите в отдельный стэм всю вот эту параллельную обработку какая бы у вас здесь сложная маршрутизация не было чтобы куда ни шло у вас все выведется в отдельный файл то есть у вас до этого все дорожки вывелись сухими то есть только с insert обработкой и с относительной громкостью панорамы и там автоматизациями и так далее а а вот уже посылы у вас выводится в отдельный стэм как отдельный аудио файл и вот таким образом когда ваш получатель этих файлов импортирует к себе в сессию и поставить просто все дорожки по нулям у вас у получателя будет звучать точно так же как у вас звучит это в сессии ну во всех случаях максимально сколько это возможно то есть насколько это возможно понять что может быть другой секвенса там могут какие-то свои нюансы по суммированию звука внутри программы и там может быть что-то где-то чуть-чуть отличаться если прям сравнивать один в один но она будет максимально приближена к тому что у вас в вашей сложной сессии со всеми вашими плагинами сложными маршрутизациями автоматизациями и так далее так что это самый действенный способ то есть иметь это ввиду и его основная фишка в том что именно вы аукса выводите отдельно во-первых миксинг и мастеринг инженер будет проще потом с этим работать у может всегда сделать ревер чуть общий ревер чуть потише если например после лимитера вылезла вот это вот холл там какой-нибудь там ну очень мокрый стал микс да после жесткого лимитирования например он всегда может этот стэм сделать потише точно так же может поднять голос как я уже говорил в самом начале ролика же из-за чего мы вот именно из-за чего стэмовый мастеринг вот последние там лет 5-10 стал очень популярен потому что появились эти возможности по финальному вот этому редактированию уже слушая через цепочку обработки мастеринг сессии потому что заранее на этапе даже сведения даже на крутой студии с крутыми оборудованием не всегда можешь предположить как поведет себя лимитер или еще что-то и чтобы не прыгать туда-сюда вот мастеринг-инженеру желательно предоставить вот такие вот основные основные стэмы барабаны отдельно бас отдельно но в танцевальной музыке надо бывает что бочку отдельно еще выводит это для такой частный случай но тоже бывает гитары то есть вы просто суммируете по таким общим группам в импере гитара можете разделить на ритм гитары соло гитары там клавишные можете разделить на живые там акустические там рояли например и синтезаторы сталь что это уже дело вашей фантазии то есть в зависимости от сложности вашей сессии но как минимум 6-7 8 стэмов должно получиться этим тоже увлекаться не нужно не нужно там прям каждой отдельной пары там инструментов в отдельный стэм вводить то что человек просто запутается это будет чересчур ну то есть нужно в каком-то ограниченном таком диапазоне логичном это дело вывести и у вас все будет звучать как надо и с этой сессии потом можно будет работать то есть сделать нормальный стэм мастеринг все контролировать и еще раз возвращаясь к теме с ауксами это очень важно потому что многие бывают что просто солирует например дорожки и прям вместе вот с ауксами так на который ссылается тот или иной стэм выводит как бы вшитый этот ревер уже в стэм как я уже сказал эта проблема в том что потом невозможно с этим ревером ничего не сделать но также есть очень важный нюанс что у нас реверы работают в таком виде в котором мы их слышим то есть когда вот мы вот принимаем решение на сколько ревер отправить тот или иной инструмент мы слышим всю сессию целиком и соответственно при этом сам ревер мы тоже слышим который обрабатывает параллельно несколько сигналов например смотрите у меня на 34 шину идет здесь на рум довольно много инструментов одновременно и вот этот самый ревервератор который отвечает мне за рум вот этот он себя ведет определенным образом только тогда когда через него звучат именно все вот эти элементы то есть если я только засолирую барабаны то вот этот room отклик от этого ревератор будет не совсем такой какой он есть когда вот я чистые через него пропускаю все партии которыми в принципе всесить через не идут то есть это такая уже немножко так а метафизическое философствование сейчас начинается но вы должны просто почувствовать понять что это все-таки не одно и то же когда вы Вот то, как у вас это звучит в вашей сессии Когда у вас один ревербератор звучит одновременно Через него играют все дорожки На него отправленные Или когда вы будете солировать каждую дорожку Выводить этот ревер, а потом он там каким-то чудесным Своим образом будет смешиваться Этот же ревер, как бы размноженный на разные дорожки Смешиваться у кого-то в другом секвенсоре Скорее всего там будет все это звучать Чуть-чуть по-другому По-другому сложатся цифровые значения И все это будет не совсем так Как это в вашей сессии А если вы ставите цель отправить именно в максимально исходном виде Как это у вас То вот пользуйте мой совет Именно выводить ауксы отдельно То есть это такой вот прям совет номер один По работе со стемами Потому что я знаю, очень многие спрашивают Почему в лоджике нельзя сделать экспорт мультитрека Вместе с параллельной обработкой Ну потому что, во-первых, это чисто физически довольно сложнее Потому что лоджику нужно будет просчитывать параллельно Кучу реверов для каждой из дорожек То есть это увеличит время экспорта Ну и в то же время Опять же, как я уже сказал В профессиональном использовании это не очень пригодно Тем не менее, многие новички все равно пытаются Это как-то доказать, что им так удобно Им так хочется работать Но нет, поверьте моему опыту Гораздо удобнее, когда у вас все реверы выведены отдельно И если прям вот это Если вы кому-то хотите на сведение отправить Лучше отошлите демо-микс Со всеми вашими реверами, как они звучат И опытный звукорежиссер всегда сможет на слух определить Какая там тип реверберации Либо найти такой же А то, может, и найдет еще и лучше, чем вы задумывали Вот Ну, это, конечно, не касается каких-то супер частных случаев Где там, например, какой-нибудь дилей или ревер Вообще определяет звучание композиции Там, конечно, вы можете его вывести Как уже такой законченный файл С которым ничего нельзя делать Но если у вас просто какая-то реверберация Просто какой-то рум Просто какой-то холл висит Вам он нравится Но, поверьте, я уверен, что звукорежиссер Сможет либо что-то подобное сделать Своими уже средствами, своими плагинами Возможно, более профессиональными Либо сделать даже что-то лучше предложить Но если вы ему просто пришлете Уже обработанный файл То ему уже будет меньше возможностей что-то поменять Вот В общем, такие советы Ролик, может быть, чуть затянулся Но просто очень часто об этом спрашивают И вот хотел сразу всем ответить Вот таким вот крупным роликом И берите обязательно вооружение Вот этот метод То есть получается, как я уже сказал Там 6-7 файлов Или 8, может быть, в каких-то сессиях Которые потом можно мастеринг-инженеру скинуть Он может что-то подрулить Какую-то отдельную группу инструментов Обработать Вот тот же самый AUX Очень часто бывает в реверах Там ненужный гул всплывает Особенно на мастеринге И имея отдельный стем со всеми реверами Всегда звукорежиссер может повесить Мастеринг-инженер может повесить какой-нибудь фильтр Обрезать там низкие частоты И никак это не скажется на остальных стемах На остальном звуке всей сессии Что ж, используйте этот совет Напишите обязательно в комментариях Знали ли вы этот метод Будет ли он вам полезен Интересно очень ваше мнение Обязательно подписывайтесь на канал LogikProHelp на YouTube Ставьте колокольчик У нас каждое воскресенье выходит новый ролик По разным темам В том числе и по вашим вопросам А вопросы вы можете задавать Либо мне лично во всех соцсетях Я присутствую Либо можете вступать в наш Telegram-чат Что я настоятельно рекомендую Вход туда абсолютно свободный Ссылка в описании К этому ролику Просто переходите В наш чат И задавайте свои вопросы Общайтесь И самые интересные вопросы Я буду записывать В виде вот таких Видеоответов У нас здесь на YouTube канале Ну что ж С вами был Дмитрий Урсул Всем успехов в творчестве Увидимся с вами в следующих видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok